Интересная тема, как подружиться с седалищным нервом. Если вы с ним еще не друзья, и если он вам еще не дает о себе знать, подождите. Возможно, у вас сидячая работа, возможно, вы часто ездите за рулем. Вообще, какие-то проблемы с седалищным нервом, вы точно поймете, что это он. Как именно, вам расскажет сейчас Михаил Требин, мануальный терапевт, эксперт нашей программы. Здравствуйте, Михаил. Доброе утро. Как понять, что болит именно седалищный нерв? Ну, когда заболел седалищный нерв, от этой боли нельзя увернуться, нельзя ее не почувствовать и нельзя ее пропустить. Это резкие стреляющие боли в пояснице, в ягодице, по задней поверхности голени, парализующие. Нога становится как деревянная, человек не может согнуть ее в колени. Вот, и эта боль точно приведет его либо в аптеку, либо к доктору, либо на обследование. Седалищный нерв, он идет вот отсюда, да, с поясницы через всю ногу. Да, из нескольких пучков он состоит, из нижнепоясничного отдела, из крестцового идет. Он большой, толстый нерв, длиной у человека около метра, и в ягодице он толщиной с палец человека, достаточно толстый. Вот помните, когда медсестра ставит инъекции, допустим, какие-нибудь антибиотики в больнице, как раз уходят вбок и вправо, чтобы не попасть в этот седалищный нерв, потому что одно из осложнений неправильных инъекций как раз поражение нерва, когда могут в него попасть иголкой. В здоровом состоянии человека, если у нас нет никакой патологии, может ли он болеть? Или если вдруг схватило, значит, уже что-то есть, какая-то проблема, и начинать нужно не с того, чтобы блокировать симптомы, а все-таки искать причину? На самом деле он может достаточно долго находиться в так называемой немой зоне, когда мы его не чувствуем. Есть какие-то легкие косвенные признаки его поражения, но как таковой боли нет. К таким признакам относятся что? Слабость ноги. Вот человек идет, идет, она раз, тихонечко подворачивается с одной стороны, немножечко раз, подворачивается. Так называемые трофические нарушения, то есть когда нарушение иннервации стопы происходит. Например, у человека на этой пятке гиперкератоз растет такой, да, или трескается пятка все время на одном месте. Человек подлечил пятку, да, то есть, а там опять трофические нарушения. Она опять треснула, он опять там к подологу идет, там шкрябает что-то там с интеллициновой мазью, все, и опять-опять потихонечку подкрадывается. И потом при каком-то обострении, переохлаждении, травме, или человек, допустим, упал, резко происходит обострение, как бы, и это уже повод обращаться к врачу. Но долго в молчащей зоне находится. Что делать впервые, когда ты почувствовал такую боль, и, как вы сказали, вернуться от нее нельзя спрятаться тоже, какие действия, как себе помочь? Ну, патология, которой занимается седалищным нервом, профессиональный врач, это невролог, либо нейрохирург. К нему желательно идти уже с результатами обследования. На сегодняшний момент самое точное обследование – это магнитно-резонансная томография, которая видит мягкие ткани, корешки, нервы, сосуды, то есть видит все те зоны конфликта, которые, как бы, и могут давать болевую симптоматику. На рентгене ничего этого не видно. На рентгене видно только тела позвонков, то есть костные структуры. В тех местах, где стоит пораженный диск, где зажатый корешок и так далее – просто пустое место. Поэтому на рентгеновское обследование деньги не тратьте. То есть там косвенные признаки только могут делать. Сразу делайте МРТ, идите на консультацию к неврологу, и он определит, что дальше делать. Лечить консервативно, делать массаж, мануальные техники, физиотерапию, лечебную физкультуру. Либо отправлять сразу на стол нейрохирургу, чтобы конфликт порешили уже с помощью скальпеля. Бывают какие-то упражнения, может быть, какие-то тренажеры-массажеры, которые могут в этот момент помочь тебе хотя бы купировать эту боль, пока ты еще дойдешь до невролога, до обследования, чтобы немножечко пожить еще без боли. Да, ну, как правило, упражнения как бы на этот отдел, как бы на нижней поясничной, седалищный нерв связаны с растяжением ноги и со скручением. Там в ягодице проходит такая подвая, красивая мышца с названием грушевидная, которая у людей находится у многих гипертонус, особенно кто ездит за рулем. И вот эта мышца напряженная ущемляет этот нерв и начинает выдавать симптоматику. Для этой мышцы можно купить обычный теннисный шарик, подложить под ягодицы, мышца находится здесь, она достаточно болючая. Лечь на пол, положить шарик под ягодицу, под больное место, и аккуратненько... Тебе моя такая часть нужна. Стань просто, реально, что ты ходишь. Можно Антоне показать, да? И аккуратненько как бы покататься, то есть так, 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 пошевелить, то есть задержаться в боли, да? К стене надо, да, при этом? Ну, к стене, теоретически, лучше лечь, лучше лечь, удобнее. Я просто показываю, да? То есть мышца находится сбоку как раз вот где-то примерно то место, куда укол ставят. Нужно найти вот эту болевую точку, да, и туда шарик подложить. Да, положить шарик и секунд 30 на нее подавить. Чуть-чуть сместить, рядом подавить, да? Если у вас нет под руками человека, кто это сделает руками? Знаете, у спортсменов валики такие распространенные. Ну, балик туда не достанет, здесь нужно что-то локально, да. Если, допустим, у вас нет, можно аккуратненько сделать поколачивание, то есть вокруг тазобедренного сустава и вокруг ягодицы, то есть лучше там кровообращение любым способом, да. Но не греть, потому что если мы пойдем в баню, туда придет огромное количество крови, и, возможно, нерфа течет, и, к сожалению, люди попадают очень часто, допустим, ко мне на стол также, то есть заболела, нога затянула, пошел в баньке попарился, часов 6-7 хорошо, и потом резкий откат, резкая болезненность, и все. Это же распространенное мнение, баня все лечит, что-то заболела, иди в баню. Баня отличная, великолепная штука, которая там делает хороший детокс, там с потом выводится огромное количество токсинов, в том, что в числе есть пластмасс, там какие-то радиоактивные металлы, но в период обострения, то есть лучше ей не злоупотреблять. Вероятность обострения 50-50, 50 на 50. Поэтому, когда у вас пройдет, ради бога, парьтесь, растягивайтесь, в бане можно будет потянуть этот нерв вот в такой позиции, или, допустим, когда вы сидите, натягиваете его до легкой боли, 30 секунд подождали, отпустили, да, то есть вот когда сидя, да, то есть потянули, там всегда будет достаточно неприятно. Я чувствую его. С одной стороны и со второй, да. Со второй не чувствую, а вот с одной чувствую. Катя, вот смотри. Где локализация? Да, вот, растянула, да, то есть и ягодички будет натягиваться достаточно сильно. Ну, если у тебя этого нет, то это вообще слава богу. У тебя нет нервов. А, нет, нервы у нее есть, но там нет ни компрессии, ничего не болит. Какие-то мази. Ты просто бегаешь все время, где-то ходишь, не сидишь на одном месте. И за рулем же тоже езжу, значит, в зоне риска. У нее каблуки провоцирующие факторы. Какие-то тоже провоцируют. Ну, поясница наша спокойно держит каблук 3-4 сантиметра. Все остальное она немножко компенсирует гипертонусом. Говорят, что вот такой каблук, как у нее, то есть танкетка, оно еще вреднее. Ну, оно понятно, что оно более устойчивое. Она как-то на копытце ходит. Вот так вот перекатывается. Что это такое? Я же не про ногу, а каблук. Что-то смеешься. Ну, понятно, что риски вообще могут быть везде, и нет такого образа жизни, который тебя лишит этих рисков. Рано или поздно заболеть может у каждого. А вот ко скольки годам? Ну, средний возраст, когда седалищный нерв начинает, как говорят в народе, делать мозги, да, то есть это примерно от 40 до 60 лет, то есть патология такая, да, то есть там, когда он начинает болеть, слабнет вот эта зона, двуглавая мышца бедра, а компенсаторно начинает увеличиваться тонус вот здесь, четырехглавый. Почему человек там ходит, вот такая походка не может разогнуть гипертонус, да, то есть четырехглавая мышца бедра растягивается просто. То есть берем, как бы ее и тянем, и справа, и слева, да. Ягодичные мышцы часто дрябнут при положении седалищного нерва, да, поэтому аккуратненько в зал с нормальным инструктором прорабатываем всю эту зону с небольшими весами, с большим количеством повторений тоже можно, аккуратненько платформу подать, но опять же это в период, когда нет острой боли, когда нет острой боли. Все впереди, Кать. Теперь-то дружба с седалищным нервом обеспечена всем и каждому, и самое главное, вы знаете, что нельзя ни в коем случае делать, если такая боль появилась, и как нужно кататься на шариках, чтобы эта боль скорее ушла. Спасибо большое, Михаил Требен, мануальный терапевт, эксперт нашей программы, чтобы у вас ничего не болело, приходит к нам регулярно и будет это делать дальше. Хорошо.